Михаил Саакашвили у себя на официальной странице Facebook опубликовал интересную стандю по поводу судебных реформ. В свое время, в конце 90-х годов, еще будучи членом Совета Правосудия и представителем юридического комитета парламента, я добился увольнения 90% всех судей. И об этом нисколько не сожалею, потому что в результате этого грузинские суды очистились от коррупции. Для Украины я считал, что наша судебная реформа в Грузии не была доведена до конца, хотя к судам в Грузии было тройкратное большое доверие, нежели в Украине. Естественно, грузинские суды не были высочайшими европейскими стандартами, но там не было коррупции, и коррупцией в судах не было гламальной проблемой для граждан страны. При всем внимании и уважении государственным институтам, судебная власть Украины давно оторвалась от реальной жизни, экономики, безопасности и благополучия обыкновенных украинцев. Судебная власть превратила в элитную службу, обслуживающую денежные потоки разных финансовых кланов. Она уже очень далеко от проблем простых украинцев и общественных интересов. Поэтому наша цель максимально упростить систему, удалить оттуда коррупцию или хотя бы создать инструмент для контроля коррупции в судах, для того, чтобы это не беспокоило простых украинцев. И, конечно, обратить внимание на то, как живут сами судьи, на то, откуда у них шикарные виллы и яхты. Причем никакая процедурная демократия иностранные европейцы не должны им помогать в обеспечении гарантии безопасности от украинского народа. Более детально на это заявление Совета Судей я буду отвечать вечером на передаче Славика Шустера. На эту передачу вместе со мной должен был уйти Петро Порошенко. В прошлый раз, когда он услышал, что я иду с ним на одну передачу, он отменил свое участие. В этот раз повторилось то же самое. Как только он узнал, что я иду на передачу, он сразу же отказался. Ну что ж, мой бывший коллега, я, конечно, зла лично на вас не держу, но мне кажется, что это не по-мужски, так боятся вести цивилизованный идеолог.